Уважаемый суд, у меня ходатайство будет по кругу, следующее хочу стабилировать, обосновать. Вчера суд огласил справку, она безадресная, сегодня которую мы осмотрели 27 октября 2016 года, она была 26 октября 2016 года, в том материальном деле. Справка о том, я сейчас не буду пересказывать, о том, что мотозащитный Сергей Иванович страдает рядом с заболеванием, указанным там его диагнозом, что он симулирует кровохоркание. Как и рекомендует режим проведения судебных заседаний, сколько, как он может участвовать. Вот, уважаемый суд, в любом случае, данная справка была приобщена, я считаю, что она тоже выпадает под иные доказательства, что может быть использоваться. Ну, в любом случае, доказательства, оно должно быть составлять три составляющих. Относимость, допустимость и достоверность. Это вот тоже, чтобы проверить, даже проверить, откуда это доказательство, кто ее приобщил, по какому ходатайству. Я бы просил суд вынести, если она будет доказательством, чтобы вынести определение о приобщении данной практики, и указать, откуда, кем она была предоставлена, почему, за просу. Вчера, 26 октября, 2016 года, данная справка поступила в распоряжение судебных. Следственный заряд, изолятор номер 1, удовлетворение эксперимента 24, вместе с любви тем гречено создание суда, и поступила скамерная подразделение, и любви тем, по-моему, подразделение было под себя предоставлено, после чего была отлучена судебная суда. Представлено так же, как ранее ежедневно собрались справки о состоянии здоровья, и вместо обычной справки поступило. Документы, материалы, фото и киносъемки, аудио и видео, иные вносители информации получились требования. И предоставлено в порядке, установленном статьями 86-85 Уголовно-процессуального кодекса. 86-я статья «Собирание доказательств» осуществляется уполномоченными лицами или судем, путем производства следственных или иных процессуальных действий. Данный документ, если его никто не запрашивал, никем он не запрошен, представлен неуклонным очным лицом, а между тем, Ваша честь, я хочу обратить в суд, прошу обратить внимание на то обстоятельство, что он существенно влияет на мои права и свободы, потому что указано, что я склонен к симуляции заболевания именно кровохаркания. Хотя у Вас есть отправочка, я приобщал вчера из этой поступившей эскизиопульмонологии, в которой не написано, что я симулировал кровохаркание. Документы у нас под закреплением доказательств понимаются и приобщение к уголовному делу в установленном Уголовно-процессуальном законном форме. Доказательства поручены в результате следственных действий, путем составления протокола приобщения вездоков, осмотра, а вон откуда, непонятно откуда появившись. Документ в связи с чем? Я, как бы, хорошо уже привозят эту справочку там о состоянии здоровья, я ничего не говорю. Никем не запрошены, вдруг они ее прислали, они ее в связи с чем прислали? В связи с тем, что они не оказывают... То есть требования какие, Гречен? Да я прошу вас сейчас не приобщать данный документ к уголовному делу. Он никем не запрашивался. Он никем не был запрошен. В связи с чем он вообще... Обсуждается. Он каким образом? Либо, значит, давайте вызывать этих людей, которые дали этот документ, давайте их вызывать сюда в судебное заседание. На каком основании она указала, что я симулирую заболевание? Защитник Эдукатного общего обсуждает. Ну, я сейчас понял, он обсуждает только одно, потому что он Сергея Ивановича вызывал вызывать. Я сейчас не выживаю. Ваша честь, я что услышал? Кто еще не выжил? Я понял. Я сейчас стал вопрос. Я только что услышал, вот я и поддерживаю, как пытается. Уточняю, потому что, если, не дай бог, я как-то приду в разрез своего подзащитного, нарушив его право на защиту, чтобы это не произошло к судебному заседанию, я и просьба Гречина исключить из материалов уголовного дела данную справку от 26 октября. Уважаемый суд, я полностью согласен с Гречиной и Сергеем Ивановичем, что данную справку нельзя превращать в материалом дела. Действительно, суд получил информацию, что Гречин может содержаться. А остальное, вот ассимуляция, да, действительно, вот этого. Суд правильно показал образец справки, который привозился и выдается всем, кого этапирует СИЗО номер один суды. Вот это простой, я не знаю, как клочок бумаги, он узенький, может быть, там, 4 сантиметра, но простой. А это такая развернутая справка. Почему такое пристальное внимание без, как говорится, без какого-то либо просьбы со стороны других участников данного судебного заседания, пристального внимания персоне Гречина? До этого, значит, все нормально было, он не симулировал. Есть у нас справки, которые мы приобщим его. В какой ваших позициях? Я просто хочу, вычислить. В какие справки нам не интересуют? Мы изучаем, как мы слушаем ваше мнение по конкретной справке. Вот я же хотел обосновать, потому что Гречин ссылался на другие справки. Я вот обосновываю, они были исследованы, я имею право сослаться на них, потому что они были исследованы в судебном заседании. Я считаю, что, я, конечно, хотел бы мог стать, да, согласен, но я хочу как-то все, чтобы тоже замотивировать, обосновать, чтобы до суда донести, поскольку это ведется протокол, и потом это все будет исследоваться. Протокол является доказательством. Уважаемый суд, я хотел сказать, что действительно данную справку, вот именно нельзя приобщать к материалам дела, ее необходимо исключить, потому что мы не знаем откуда, кто, по какой просьбе. Если оставить ее, да, допустим, если оставить, тогда надо вообще ставить вопрос под сомнение заболевания Сергея Ивановича, диагноз, что он симулирует там крово-харкани. Ставить под сомнение диагноз, вот, группу инвалидности второе, что он заболевает рубикулез, открыта форма, где вот все это написано. Все, Ваша честь. Ваша честь, я также прошу исключить данную справку, поскольку она расходится с действительностью, с подтвержденными справками медицинских учреждений. Так вот, значит, данная справка написана, что он симулирует крово-харкани, хотя совсем недавно он доставлялся, значит, на скорую помощь, то есть, вернее, в больнице, где... 19-го, да, 19-го, где было зафиксировано, что при исследовании мокроты, мокроты, то есть это содержимое легкого, это не слюна и не что-то, мокроты, имеется прожилка крови, поэтому я прошу отказать, то есть, не приобщать. Дорога Сергея Ивановича, прошу, вы берете очень часто. Вы берете, куда больше, где можно? А, ну, где-то, 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 по вашей встрече тоже надо сказать. По следующим основаниям, очередной раз прошу участие по судебному, Сталин заметит, что у нас подборчивительная часть судебного заседания в стадии разрешения ходатайства. У нас сейчас несудебное следствие, мы не исследуем доказательства. Также обращаю ваше внимание, что у нас в России Ивановича меняется совершение преступления против порядка управления Российской Федерации. В соответствии с уголовным процессуальным обстоятельством Российской Федерации уголовное дело рассматривается в отношении дня подъявленному обвинению. То есть мы не рассматриваем уголовное дело, а поддельность этой справки и кто выбил ее. Это лишь является характеризующим материалом на Сергея Ивановича. Также прошу вас заметить, что никто не оспаривает заболевание Сергея Ивановича. В справке указано, что с 18 марта 2016 года Сергея Ивановича в стационарном лечении указаны диагноз, доводы, полагания не обоснованы. К тому же, насколько я понял по справке, указано, что Сергея Ивановича склонен к симуляции, а не указано, что склонен к симуляции какого-то конкретного заболевания празднования. Поэтому, Ваша честь, я прошу в картосе отказать, справку оставить в пределе. Что будет то, что я сейчас уже в конце концов, то, раз и влече, сегодняшняя община к материалам было объема справки под 26 февря 2016 года. Доставлено распоряжение сюда следствия интеллектурового 1. Мы вратили, что принималось решение в связи с тем, что данный справка не исключает наличие имеющихся заболеваний. Влечения тут подтверждает их. Данная справка содержит рекомендательный характер по проведению судебных заседаний по тем мероприятиям, что необходимо проводить в целях обеспечения безопасности здоровья, и так подсудимого, как это будет участие в процессе, в том, что данный справка содержит следующее по возможности участия или соблюдения в себя, они будут на конкретном режиме, и с чем, в интернете, да, когда мы отдали собреченную подать факту, как это делал для общения. У меня письменно это, да, за ответственность материала был познан-познан, поскольку поскольку каких-либо кипеццы также слушаю вещи. Так, Ваша честь, я повторно заявляю обладательство обеспечения данного документа, поскольку он не соответствует требованиям федерального закона об информации, информатизации и защите информации, предъявляемым к официальным документам. Данный документ не соответствует типу официального документа. Он не имеет квадратной печати учреждения, не имеет гербовой печати. Учреждение не заверен в соответствующем законном порядке указания, что поступил от такого-то лица и подписи, сделанные с жариковой ручкой, они ни о чем не говорят. Квадратной печати учреждения, почтового адреса учреждения, что это поступило из этого учреждения, не имеется. Данный документ не соответствует требованиям, предъявляемых доказательствам и документам. На основании этого я его прошу исключить и использовать в качестве доказательств, и более того, не использовать при решении вынесения каких-либо процессуальных решений. Если в вашу честь вы будете отказывать, я попрошу вас огласить в федеральный закон. Передайте, пожалуйста. Это нет. Вы сказали, что... Нет, нет, у меня это обостребование других документов, в вашу честь. Я просто это... Вы сказали отказать, я машинально сказал, я извиняюсь. Что у вас в вашу честь? Ну что, у меня письменное ходатайство об истребовании медицины. Я хотел другое ходатайство в вашу честь заявить. Нет. Сказали, я в школе. Принято решение. Принято решение. Пожалуйста, письменное ходатайство у вас. Ваши друзья, я имею право по новым обстоятельствам заявить в ходатайство об исключении доказательства данной справки. Я только что вам аргументировал, что данная справка не соответствует требованиям, удивляемым справкам и другим официальным документам. Она не имеет квадратных предприятий учреждения. Более того, нигде не указано, что она поступила из следственного изолятора. Напечатать такую может хоть кто угодно на компьютере. Запроса никакого не делала. Проверить, что данный документ поступил из следственного изолятора, возможности не представляется законным путем. Она никем не заверена. Имеющиеся подписи шариковой ручкой, оно не соответствует требованиям, предъявляемым. К официальным документам, которые могут быть использованы в качестве доказательств. На основании этого я прошу данный документ исключить. Суд не запрашивал, прокурор не запрашивал, сторона защиты не запрашивал. Интересно, как какую-то бумажку принесли, непонятно кем подписан. Я завтра тоже вам попрошу, заболен мне на печаты, подпишу, что я министр внутренних дел, приказ освободить Геречину. Исключить эту штрафу, да? Да, Ваша честь, я считаю, что не использовать, вынесение, не указывание, не ссылаться на нее, никакому, какому она не соответствует. Не приобщайтесь вновь. Да, Ваша честь, не приобщайтесь. Исключите спереди, доказательства. Уважаемый суд, уважаемые части данного судебного свидания, Сергей Иванович, я полно халатайства по неприобщению, опять же, справки, которые мы сейчас все обсуждали, с вашего октября, то есть, до 2016 года, на основании того, что данная справка как документ соответствует требованию к реальным, специальным документам, что отсутствуют в печати. И действительно, уважаемые судьи, я хотел еще так же присоединяюсь, как бы не просто обратить внимание суда, что там просто справка, кому она адресована, может она адресована, может она адресована, даже не в суд, там даже нет, адреса, то кому адресована, обычно, если справка как специальный документ, она, кому она, чей адрес, от кого, Вот в чьи адрес, там даже нету. В связи с этим, уважаемый, что я поддерживаю Казахстан против Сергея Ивановича и прошу данную справку не приобщать к материалу. Вы поддерживаете? Может, честь, я поддерживаю? Высутная справка обманута на надлежащем образе. И здесь мы так снициировали. Спасибо. Если я поддерживаю вашу справку, я вообще не благодарю вас. Хотите, пожалуйста, в этом? Ну, в принципе, вы можете, если вы, пожалуйста, отказать, справку поставить. Основание для исключения из материалов уголовного дела, законных о неже. Не исключение, он не приобщение к казахстану. Он не приобщение. Исключение, никто не виноват. Ну, хладостого Сергея Ивановича о неприобщении к материалам дела прошу много выявлять, поскольку законных оснований не было бы официального закона, но это нет. Выслушивление участников процесса по правительству реального субъема Гречина о повторно о неприобщении справки 26-го представленной субъема Гречина 26-го 2016 года в общительном токсе данная справка подписана в данную лицину указана в данной справке в определенную справку на данную справку. Единственные инструменты в обеспечении от бюджетного и чем то, в которой есть ноября у нас это принадлежать в отношениях со своими Ивановича 6-го Субъема Гречина Эндифицирован имеют печать, с помощью которой модифицируется право учреждения, в которых выдано данную справку, значит, каких-либо препятствий для приобщения данной справки, кроме того, что учитывая подписательства, что какой-либо доказательств и нагрузки она не несет, но считаю, что это возможно приобщение, зависит от актуации. Пожалуйста, Греча, давайте тогда вашу честь, требуйте следственного изолятора доказательства информационной в которой вы указали, что я являюсь симулянтом, то ваша честь, я попрошу истребовать доказательства, которое указано, вы используете ее как информационную. Там указано, что Гречен склонен к симулированию заболевания. Я попрошу суд, истребуйте тогда доказательства, значит, пусть несут ясность, либо вызывайте должностных лиц, выдающих данную справку. В гербовой печати учреждения нет, там квадратная печатка вот эта вырезанная. Я СИЗО или ИС, или что там, это вообще, она не является эта справка документом. Так любой документ можно приобщить. Букшаева, значит, удостоверение, потому что без номера, смотри, по ходу поддельное. А здесь вы приобщаете, то есть она вообще не соответствует официальному документу, ваша честь. Она вот это во-первых. А во-вторых, кем запрашивал суд, вы приобщаете к материалам уголовного дела. Кем он запрашивал суд? Я вам зачитал, в уголовном процессуальном кодексе чётко написано, можно приобщать материалы. Суд выстрелил. Что вы хотите? Ваша честь, вызывайте должностных лиц данные, давайте разбираться. Откуда этот документ появился в связи с чем? Снова телефонное оправо, суд позвонил, суду удобно? Нет, никто не звонит. Ну а как, ваша честь, ну а как? Ну вот объясните мне, я понимаю, ну объясните мне, пожалуйста, как мне его понять? Защитники не запрашивают, Гречен не запрашивал, прокурор не запрашивал, но вскакивает, нет, нет, отказать, приобщи. Так, Гречен, давайте уйдём от полемики, обсуждений. Так, ваша честь, откуда она взялась? У вас есть когда-то суд, Гречен? У меня, да, есть когда-то. Пожалуйста, заявляйте. Вызвать должностных лиц по данной справке, которая никому не адресована, которую суд нашёл. Или кто её в суд представил? Бог его знает. Не знаю, как удобно, так и напишите. Нашли, подкинули, подарили. Кто там указан? Гречен, да. Вызвать должностных лиц, которые писали данную справку? Ну конечно, пусть привозят историю болезни, амбулаторную карту, пусть как-то аргументируют вашу честь. Там написано, что я склонен к симуляции. У меня сейчас пойдёт горлом кровь, а мне суд скажет, а у нас справочка есть, что ты склонен к симуляции. У нас жюр, я том-то здесь. Зачитного выговора. Зачитного выговора. Уважаемый суд. Пожалуйста, уважаемый суд в данном судебное заседание. Сейчас мы обсуждаем «Хадатайство», которое было заявлено на защитную версию Сергею Ивановичем об убийстве Суд, бложественных лиц, подписавший данную справку, готовый осуждать нас объектом обсуждения, она до 3.26-3.90-2016 года, она есть, но он будет говорить уже, что в этой справке. Вот, Сергей Иванович считает, что данная справка все-таки будет мешать суду оценить его состояние здоровья, потому что уже два раза вызывали скорую помощь Сергея Ивановича, в связи с тем, что кровь шла у него при откаркивании. И чтобы сейчас у суда даже не было, сейчас с этой справкой Гречин считает, что у суда появятся сомнения, что Гречин симулирует данную болезнь. Чтобы этого не было, у суда взятого отношения с состоянием здоровья Гречин именно на текущий момент, то я поддерживаю, а вызовет должностных лиц, подписавшись в справку, там у него указано, что врач, Кузьмина, и человек Гречинской части, и чтобы они пришли в суд, именно с документами, не в суд, а с документами, подтверждающие симуляцию кровохоркания на них по защитным Гречин симулирует данную болезнь. Прошу вызову должностных лиц, потому что имеются явные признаки в том, что справка вообще не соответствует установленным образцам, я так понимаю, что она напечатана на листе бумаги формата А4, без номера справки, без формы, без формуляра, собственно. По данной причине и в данной справке присутствует фраза о симуляции, непонятно кем и когда ставился подобный вопрос, на каком основании он вообще стал освещаться в данной справке. По данной причине прошу вызвать должностных лиц, которые составили и заверили данную справку, причем именно с теми документами, которые будут подтверждать то, что они написали в данной справке. Продолжение следует... 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 об информации, информатизации, защите информации к документам. Он не имеет гербовая печать, он имеет там какую-то синенькую штамповочку квадратную. То есть там нет даже квадратной печати, которая ставится при поступлении документа, когда он направляется из официального учреждения, где указывается на именование учреждений, ОГРН, ИНН, почтовый адрес учреждения, телефон. На данной справке, которая имеется у вас в материалке, ничего нет. Тем более федеральное казенное учреждение СИЗО-1 является государственным учреждением специализированным для содержания лиц под стражей подозреваемых, обвиняемых в совершении преступлений. У данного учреждения имеется гербовая печать. Все справки, выдающиеся следственным вам, это ваша честь. Поэтому я считаю, что вы не состоятельна, ваша ссылка, вы сейчас сделали указание, что у суда нет сомнений, что она выдана должностными лицами. А как нет? А на чем вы основываете? Вы же не сами ее брали из рук? Я услышал вашу доказательную дрожжевую. Нет, я попросил вам протокол вообще. Занесено протокол. Спасибо. Пермский районный суд Пермского края судья неволеных от обвиняемого по сфальцифицированному уголовному делу 12.56 Гречина Сергея Ивановича, содержащегося в СИЗО-1 города Перми. Гречина, я вас перебил, подождите. У вас в письменном виде вы предоставите, да? Да. Все, подложите. Ходательство для приобщения к материалам сфальцифицированного уголовного дела 12.56 Об истребовании медицинских документов, которые подтверждают применение ко мне судья Пермского районного суда Пермского края неволенными жестокого унижающего честь достоинства обращения, которое ставят под угрозу мою жизнь и здоровье. Полного обследования. В материалах уголовного дела имеются медицинские документы, кстати, представленные исключительно только обвиняемыми адвокатами. То есть в системе российского правосудия получается наплевать на здоровье человека. Хотя на бумаге судебная власть основным смыслом своей деятельности обязана ставить защиту прав и свобод человека и гражданина. При этом защитой представлены различные медицинские документы из нескольких медицинских организаций. Во всех представленных документах указаны диагнозы. При этом Пермский краевой суд в лице судей Лядова НЛ, в котором до назначения судей занимал должность заместителя прокурора Пермского края, отменяя приговор Пермского районного суда от 16 мая 2016 года, нарушив сам порядок апелляционного рассмотрения, установленный статьей 389.13 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, и игнорируя представленные обвиняемым доказательства фальсификации материалов уголовного дела и доказательств при проведении проверки по сообщению о преступлении подмена следствиями, а именно следователем Пермского международного следственного отдела Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю первоначальных объяснений инспекторов ДПС ГИБДД Мальцева и Юрия Федотова от 4.06.2016 года по материалу КРСП-379, что само по себе делает уже незаконным постановление о возбуждении уголовного дела номер 12.56 от 10.08.2015, а следовательно все последующие процессуальные действия и решения по этому постановлению, не имеющими юридической силы в соответствии с частью 2 статьи 50 Конституции Российской Федерации, статьи 75 Уголовно-процессуального кодекса, Решив обвиняемого возможности заявить ходатайство о прекращении уголовного дела, отменяя приговор, судья Ряда 16.06.2016 года в апелляционном постановлении указал, что меру пресечения ставить под содержанием под стражей, хотя в приговоре Пермского районного суда 16.05.2016 было четко указано взять под стражу в зале суда, содержать под стражей до вступления приговора в законную силу. 16.08.2016 приговор был отменен, но почему-то я остался под стражей без права обжалования данного постановления, поскольку это было указано в апелляционном постановлении. При этом 21.09.2016 года в судебном заседании мною было заявлено отходательство о вызове врачей скорой помощи в связи с легочным кровотечением. Скорая помощь, осмотрев меня в конвойном помещении, сообщила о необходимости госпитализации. По сочине у конвоя полиции разрешение на госпитализацию дает судья. Прямой факт, что гражданин в Российской Федерации, или может только в Пермском крае, не являющийся высшей ценностью. Тогда как согласно правовой позиции Конституционного суда Российской Федерации, изложенное в постановление 3.05.1995 года, обеспечение достоинства личности предполагает, что личность и ее взаимоотношения с государством выступают не как объект государственной деятельности, а как равноправный субъект. Однако 21 сентября 2016 года госпитализированный я не был, а в продолженном судебном заседании 21.09.2016 года судья неволен, стал зачитывать справки из СИЗО-1, не указывая на решение скорой помощи. Согласно ответу номер 18.44 от 4.10.2016 года главного врача Пермской городской станции скорой медицинской помощи В.А. Терехина, 21.09.21.2016 года судья Пермского районного суда Пермского края неволен, отказал от скорой помощи возможности исполнения ими своего профессионального долга и необходимой госпитализации гречен. То есть судья неволен превысил свои должностные и полномочия. При этом с 17.10 в судебных заседаниях я участвовал с утра до 18.00 вечера, тогда как у меня было кровохарканье, фактически мне необходим был постельный режим. Но врачи СИЗО, понимая собственную безнаказанность, направляли судья неволену справки о том, что гречен может участвовать в судебных заседаниях. Когда 19.10.2016 я обратился к суду с кадательством или сокращение времени моего участия в судебных заседаниях, так как я болею от туберкулезом легких с 1997 года, а с 1998 года по настоящий день являюсь инвалидом второй группы. Поэтому участие в судебном заседании в течение полного рабочего дня для меня крайне физически очень тяжело и утомительно. Более того, опасно для здоровья. Я вынужден питаться только сухим пайком, когда как плохое питание также влечет ухудшение состояния моего здоровья. Или же я просил суд вызвать в судебное заседание специалиста-медика, чтобы по имеющимся в уголовном ангеле медицинским документам определили время длительности моего участия в судебных заседаниях. Однако, несмотря на то, что в медицинских справках, представляемых медсанчастью СИЗО-1, врачами указывалось, что гречен СИЗО содержится в туберкулезном отделении медсанчасти на стационарном лечении. Судья неволен ответил, что для суда это не имеет значения. Еще один факт того, что человек и гражданин – это приложение всей деятельности государственной системы. Тогда мною было заявлено в ходатайство о вызове скорой помощи, чтобы медики установили факт того, что я могу в настоящее время находиться в зале судебного заседания. В результате бригады скорой помощи я был 19.10.2016 года доставлен в Пермский краевой противотуберкулезный клинический диспансер Физиопульмонология, город Пермь, улица Шоссе Космонавтов, 160, в соответствии со статьей 86-й частью 2-й, 24-й, частью 7-й Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. У стороны защиты имеется право представлять доказательство. Согласно статье 11.16 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе и на суд возлагается обязанность обеспечить возможность для реализации прав в стороне защиты, поскольку состояние здоровья обвиняемого относится к сведениям, характеризующим личность обвиняемого. Кроме того, должно учитываться при назначении вида и размера наказания. Следовательно, эти сведения имеют значение для уголовного дела. Кроме того, как мы уже указаны выше, эти обстоятельства, по моему мнению, прямо свидетельствуют о нарушении в судебных заседаниях права обвиняемого на защиту, так как с плохим самочувствием не мог полноценно защищать свои права и законные интересы. Также данные документы подтверждают факт применения в судебных заседаниях 17, 18, 19 октября 2016 года жестокого, бесчеловечного, унижающего достоинства обращения, угрожающего моей жизни и здоровью, и необходимых данных документов для апелляционного обжалования. В связи с изложенным ходатайством об истребовании информации из следующих медицинских учреждений. Пермской городской станции скорой медицинской помощи, находящейся по адресу 614-990, город Пермь, улица Попова, 54. Следующие информации. Время вызова бригады скорой медицинской помощи для Гречина Сергея Ивановича, 13 августа 1969 года рождения, в связи с чем доставлялся в Пермский краевой противотуберкулезный диспансер, физиопульмонология, 19 октября 2016 года, государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского края противотуберкулезный клинический диспансер, физиопульмонология, находящийся по адресу 614-990, город Пермь, улица Шоссе Космонавтов, 160. Следующая информация. В связи с чем, 19-го, 10-го бригадой скорой помощи был доставлен Гречин, проведение обследования и лечения, рекомендации, поступившие медицинские документы, приобщить совместно с кадатственными запросами суда к материалам уголовного дела спальсифицированного, номер 12-56. Уважаемый суд, уважаемые участки, данные седания, здесь сейчас мы обсуждаем к латайству Миротозащитного вечно Сергею Ивановичу о истребовании медицинских документов, а именно, Миротозащитный Сергей Иванович подробно все обосновал, замотивировал, объяснил, зачем надо, я сейчас не буду повторять, потому что все слышали, а вот саму позитивную часть штукольской речи. Он просит, чтобы суд сделал запрос государственного бюджетного учреждения здравоохранения и архитектуры, чтобы с данного медицинского учреждения суду будет предоставлена информация о времени вызова медицинской бригаде скорой помощи, которая вызывалась в суд, в Кембрский район суд, в Кембрском крае, 19 октября 2016 года, когда вызов не доставили. Также запросить из данного учреждения, которое я уже называл, примуты данного медицинского учреждения, информацию, и с чем был доставлен Гречен данный в лечебном учреждении, какой лечебный он приходил, и рекомендации, которые врачи Гречен сказали по наличию у него хронического заболевания и рецидива, который проявился во время данного судебного исследования. Ваша честь, я считаю, что данные документы необходимы потом в суду для исследования и все здоровье Гречена, что необходимо дать эту оценку. В связи с этим я прошу Гречена о бестребовании данных медицинских документов. Будет три из полного бенда. Ваша честь, я также поддерживаю подателство сырого подзащитного. Прошу требовать из данных медицинских учреждений медицинские документы, о которых только что когда вы получили. Прошу подателство Сергея Ивановича Вашу честь в полном объеме. Считаю, что оно полностью мотивировано, обоснованно. Проговорились. Ваши честь, яхаждасты Сергея Ивановича не обоснованно и противоречивым по смыслу его содержания по следующим основаниям. Правильно Сергея Ивановича было замечено, что побежит установление судебного расседания личности. Исследуем личность подсудимого в среднем не имеющихся заболеваниях, потому что в последующем это будет влиять на вид назначаемого наказания и размер наказания. Но так тоже прозвучало в ходатайстве слова о доказательствах, но у нас каким-либо образом медицинские документы никак не будут влиять на доказанность или недоказанность в линии Гречина Сергея Ивановича в инкриминированном преступлении. Также хотелось бы отметить, что у нас в материалах уголовного дела, поскольку предварительного следствия так и уже судебное заседание, причины полагая исчерпывающие сведения заболевания Гречина Сергея Ивановича. Сам Гречин Сергей Иванович содержится в медицинской части следственного изолятора, поэтому оказывается медицинская помощь. Кроме того, каждый раз в предоставлении Сергея Ивановича конвоя следственного изолятора суду предоставляется ставка состояния его здоровья и возможности участия в следственной деятельности. Поэтому, полагаю, нет необходимости суду спрашивать дополнительные сведения. Судом не оспаривается наличие заболеваний у Сергея Ивановича. Поэтому, Ваша честь, прошу рассказать. Суд, войско, шуруповая часть этого процесса, я заявил выхода с судовым увлечением и обеспечиванием его тела, в частности, со станцией скорой помощи по вызову 19 октября по данной медицинской общежи. Продолжение следует. 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 предусмотренных частью 1 ст. 318 ст. 319 Уголовного кодекса РФ, далее УК РФ. В материалах выше указанного уголовного дела по обвинению Влечина Сергея Ивановича в совершении преступления, предусмотренного частью 1 ст. 318 ст. 319 Уголовного кодекса. Находится заключение эксперта номер 2551-06-5-15-58 от 23 июля 2015 года, далее экспертное заключение, которое представлено в качестве доказательств, подтверждающего предъявленное Влечина Сергея Ивановича обвинения. Данное заключение эксперта вынесено по постановлению следователя 1-го межрайонного следственного отдела Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации ИЩУ от 15 июня 2016 года о назначении легментической судебной экспертизы без дела 45 по материалам доследственной проверки РСП номер 416-15-го июня 2016 года. Считаю, что вышеназванное экспертное заключение не может быть использовано в качестве доказательств по следующим основаниям. 1. В соответствии с частью 1 ст. 198 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривая право подозреваемого, обвиняемого и его защитника, знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы, тем самым обеспечивая участникам уголовного судопроизводства условия для защиты своих предпредставляемых интересов как при производстве данного следственного действия, так и при проведении предварительного расследования и судебного разбирательства по уголовному делу в целом. 2. Данная норма в единстве с другими положениями этой статьи, а также статьями 47, 159, 195, 204 и 206 Уголовно-процессуального кодекса, регламентирующими порядок производства судебной экспертизы и права участников судопроизводства, предполагает обязанность органов и должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство, предъявить обвиняемому и его защитнику постановление о назначении экспертизы и разъяснить связанные с ее проведением права до начала производства экспертизы, обеспечивая тем самым их реализацию на началах состязательности равноправия сторон. правовая позиция, высказанная в определении Конституционного суда Российской Федерации от 5 февраля 2015 года, номер 257-4. Однако постановление о назначении судебной экспертизы от 15 июня 2015 года, лист дела 45, было предоставлено обвиняемому Гречину совместно с заключением эксперта номер 25-51, дробь 06-5, дробь 15-58 от 23.07.2015 года, лист дела 49-57. Протокол ознакомления обвиняемого и его защитника о назначении судебной экспертизы составлено 29.10.2015 года, октября. Ознакомление начато в 16 часов 40 минут, окончено в 16 часов 56 минут, без дела 46. Протокол ознакомления обвиняемого и его защитника с заключением эксперта составлен также 29.10.2015 года, ознакомление начато в 16 часов 56 минут, окончено в 17 часов 30 минут. Как разъясняется в определении Конституционного суда Российской Федерации от 5 февраля 2015 года, ознакомление подозреваемого и обвиняемого с постановлением о назначении экспертизы после ее производства должно расцениваться как недопустимое нарушение права на защиту принципа состязательности и равноправия сторон пределение Конституционного суда Российской Федерации от 18 июля 2006 года, номер 288-О, от 20 февраля 2007 года, номер 154-2О, и от 15 ноября 2007 года, номер 762-2О. Пленум Верховного суда Российской Федерации в постановлении 21 декабря 2010 года, номер 28, о судебной экспертизе по уголовным делам разъяснил, что подозреваемые, обвиняемые и их защитники, равно как и потерпевшие, должны быть ознакомлены с постановлением о назначении экспертизы до ее производства в том случае, если лицо призвано подозреваемым, обвиняемым или потерпевшим, после назначения судебной экспертизы, то оно должно быть ознакомлено с этим постановлением, одновременно с признанием его таковым, о чем составляется соответствующий протокол. Пункт 9. Постановление Пленума Верховного суда. Приведенные правовые позиции Конституционного суда Российской Федерации и Верховного суда Российской Федерации были восприняты федеральным законодателем, который изложил в федеральном законе 4 марта 2013 года номер 23 ФЗ о внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, часть 1 ст. 144 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в новой редакции предусмотрел возможность производства судебной экспертизы в стадии возбуждения уголовного дела, в которой подозреваемый, обвиняемый, как субъекты уголовного судопроизводства, как правило, отсутствует. А федеральным законом от 28 декабря 2013 года номер 432 ФЗ о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования прав потерпевших в уголовном судопроизводстве внес в часть 3 ст. 195 и часть 1 ст. 198 названного кодекса изменения в соответствии с которыми потерпевший и его представители имеют те же права, что и подозреваемый, обвиняемый и их защитник, в частности право на ознакомление с постановлением о назначении судебной экспертизы. По смыслу названных законоположений подозреваемые, обвиняемые и их защитник не могут быть ознакомлены с постановлением о назначении судебной экспертизы и с соответствующим заключением эксперта, за исключением случаев, когда для этого нет объективной возможности, а именно когда подозреваемые или обвиняемые не установлены. Если же органам предварительного расследования конкретное лицо, причастное к преступлению, известно, этому лицу должна быть во всяком случае предоставлена возможность реализовать весь комплекс прав, в том числе при производстве судебных экспертиз. Иными словами, ознакомление подозреваемого, обвиняемого его защитника с постановлением о назначении экспертизы до начала ее производства при отсутствии объективной невозможности это сделать является обязательным. Постановление о назначении судебной экспертизы 15.06.15.2015 года следователем Ищук МВ выносилось по материалам проверки КРСП номер 416. Данные материалы были выделены из материалов проверки КРСП 379, проводившейся по заявлению Гречина Сергея Ивановича. Следователь Ищук имел возможность и условия для соблюдения установленного законодательством порядка и условия назначения судебной экспертизы и ознакомление подозреваемого с постановлением о назначении судебной экспертизы при проведении доследственной проверки, поскольку даже в постановлении о назначении судебной экспертизы указаны данные Гречина как подозреваемого. Также с постановлением о назначении судебной экспертизы 15.06.2015 года я не был ознакомлен 5.06.2015 года при проведении допроса в качестве подозреваемого. Протокол допроса подозреваемого. Рездела 168.171. Пленум Верховного Суда Российской Федерации в постановлении 21 декабря 2010 года номер 28 о судебной экспертизе по уголовным делам разъяснил, что подозреваемые, обвиняемые и их защитники, рано как и потерпевший, должны быть ознакомлены с постановлением о назначении экспертизы до ее производства. В том случае, если лицо признано подозреваемым, обвиняемым или потерпевшим после назначения судебной экспертизы, оно должно быть ознакомлено с этим постановлением одновременно с признанием его таковым, о чем составляется соответствующий протокол пункт 9 постановления. То есть, таким образом, с постановлением, как и совместно с заключением, постановлением о назначении судебной экспертизы от 15 июля 2015 года, следователя Ищук, как и с заключением эксперта номер 2551-06-5-15-58 от 23 июля 2015 года, я должен был быть ознакомлен 5 октября 2015 года при допросе в качестве подозреваемого. Приведенные правовые позиции Конституционного суда Российской Федерации и Верховного суда Российской Федерации были восприняты федеральным законодателем, который изложил в федеральном законе 4 марта 2013 года номер 23 о внесении изменений ст. 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации часть 1 ст. 144 Уголовно-процессуального кодекса в новой редакции предусмотрел возможность производства судебной экспертизы в стадии возбуждения уголовного по смыслу названных законоположений подозреваемые, обвиняемые и их защитники не могут быть ознакомлены с постановлением о назначении судебной экспертизы и с соответствующим заключением эксперта за исключением случаев, когда для этого нет объективной возможности, именно когда подозреваемые, обвиняемые не установлены если же органам предварительного расследования известно конкретное лицо причастное к преступлению известно, этому лицу должна быть во всяком случае предоставлена возможность реализовать весь комплекс прав в том числе при производстве судебных экспертиз иными словами ознакомление подозреваемого, обвиняемого его защитника с постановлением о назначении экспертизы до начала ее производства при отсутствии объективной невозможности это сделать является обязательным и соблюдение же при назначении и производстве экспертизы предусмотренных статьей 198 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации прав назван участников уголовного судопроизводства может быть предметом как прокурорской, так и судебной проверки по их жалобам определение Конституционного суда Российской Федерации от 18 июня 2004 года номер 206 ТО заключение эксперта номер 2551-06-5-15-58 было вынесено материалом, выделенным из материалов проверки КРСП-379 постановление о выделении материалов от 15 июня 2015 года находится на листе дела номер 8 Уголовного дела 12-56 постановление следователя Ищук МВ от 15 июня 2015 года о назначении лингвистической экспертизы находится на листе дела 45 пунктом 3 указано предоставить в распоряжении материалов а, в распоряжении, извиняюсь, эксперта материалы настоящее постановление материал проверки КРСП номер 416 CDR-80 Вместе с тем, как можно видеть в материалах настоящего Уголовного дела имеется протокол осмотра предметов документов от 15 июня 2015 года составленный следователем Ищук МВ вис дела 41-43 в данном протоколе указано присутствие понятых то есть ну я думаю, ваша честь, он ведь исключен, да? так и должен быть указан ссылку делайте то есть я указываю, что да? протокол знает, ваш процесс она же поправлена немножко я в конце это указал в газет в данном протоколе указано в соответствии понятых произведен осмотр компакт-диска с видеозаписью от 23.05.2015 которая производилась на сотовый телефон инспектора ДУКС ПЕДОТОВНА вместе с тем, данный протокол осмотра не содержит информации о происхождении компакт-диска в материалах уголовного дела 12.56, возбужденного следователем Ищук 10.05.2015 года отсутствует протокол изъятия или протокол выемки указанного в СД-8 из диска или сотового телефона ФИДОТОВНА более того упакован данный диск в нарушение норм уголовно-процессуального кодекса и не соответствует сведениям, содержащимся в протоколе осмотра на листе дела 4143 таким образом установить подлинность направляемого на экспертизу CDR диска как и содержащейся на нем информации не представляется возможным как можно видеть из содержания объяснения инспектора ДПС Пейдотова от 4 июня 2015 года какого-либо указания на предоставление компакт-диска или самого сотового телефона или иного другого носителя инспектор ФИДОТОВ не сообщал и приобщить не просил отсутствует как указал ранее протокол выемки или изъятия или заявления с просьбой о приобщении доказательств следовательно заключение эксперта номер 2551 дробь 06-5-1558 23 июля 2015 года вынесено по неизвестным материалам полученному нарушению нормы уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в материалах настоящего уголовного дела 1256 имеется расписка эксперта 24 июня 2015 года подписанная Заурыкиной АЕ в данной расписке эксперт Заурыкина АЕ указывает в связи с поручением провести первичную судебно-почерковеческую экспертизу по материалам доследственной проверки КРСП номер 416 далее указывается на разъяснение прав и обязанностей и предупреждение о уголовной ответственности задачу заведомо ложного заключения однако эксперт Заурыкина АЕ предупреждена задачу заведомо ложного заключения по первичной подчерковеческой экспертизе тогда как по постановлению следователя Ищук МВ от 15 июня 2015 года лист дела 45 назначалась лингвистическая судебная экспертиза следовательно не будучи предупрежденной об ответственности задачу заведомо ложного заключения по лингвистической экспертизе эксперт Заурыкина АЕ не несет ответственности за данное заключение номер 2551 дробь 06-515-58 от 23 июля 2015 года также считаю, что возможны утверждения государственного обвинителя о том, что допущенная ошибка является технической и может быть устранена в ходе судебного заседания несостоятельными поскольку в данном случае речь идет о значимых для дела доказательствах допустимость которых оспаривается в настоящий момент стороной защиты аналогичной позицией придерживается Верховный суд Российской Федерации пункт 11 обзора судебной практики Верховного суда Российской Федерации за 4 квартал 2010 года утвержден постановлением Президиума Верховного суда Российской Федерации 16 марта 2011 года более того технические ошибки в данной ситуации включены ввиду следующих обстоятельств постановление следователя Ищук от 15 июня 2015 года вынесено по назначению лингвистической судебной экспертизы также поставленные следователем перед экспертом вопросы не имеют отношения к почерковедческой экспертизе Кроме того на мой взгляд подобные ошибки несовместимы с законом об экспертной деятельности и более того эксперт предупреждает с уголовной ответственностью Согласно статьи 75 Уголовно-процессуального кодекса доказательства полученные с нарушением требований настоящего кодекса являются недопустимыми недопустимые доказательства не имеют юридической силы и не могут быть положены в осмотр обвинения а также использоваться для доказывания любого из обстоятельств предусмотренностей статьей 73 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации Согласно части 2 статьи 50 Конституции Российской Федерации при осуществлении судопроизводства запрещается использовать доказательства полученные с нарушением норм федерального закона исходя из вышеизложенного руководства с главой 15 статьями 75 89 182 204 Уголовно-процессуального кодекса признать заключение эксперта от 25 ой 23 заключение эксперта номер извиняюсь вообще номер 2551 дробь 06 5 дробь 15 58 от 23 июля 2015 года недоступим доказательством по настоящему уголовному делу и исключить из перечня доказательств предъявляемых стороной обвинения в связи с тем что 19 октября 2016 года судья Пермского районного суда было вынесено постановление о признании недопустимых доказательствах и об исключении их из перечня доказательств протокола осмотра предметов документов от 15 июня 2015 года совместно с компакт диском постановление о признании вещественными доказательствами и приобщению их к уголовному делу от 13 октября 2015 года я полагаю что это служит дополнительным основанием для исключения из перечня доказательств заключения эксперта номер 25 51 06 5 дробь 15 58 от 23 июля 2015 года которое было получено по исключенным судом доказательствам а именно CD диску прошу признать данное заключение недопустимым поскольку указанная экспертиза была проведена на основании предоставляемого эксперту компакт диска позже заключение эксперта было вынесено на основании также заключение эксперта было вынесено на основании представленных на исследование экспертов объяснений Мальцева и Федотова 4 июня 2015 года однако мной в дополнительных доводах к апелляционной жалобе приобщены объяснения Мальцева и Федотова в которых указано что телефон был выбит ногой в настоящее время эти объяснения отсутствуют в материалах фальсифицированного уголовного дела 12.56 и также в материалах доследственной проверки РСП 379 содержащихся в материалах уголовного дела номер 37.45 по факту кражин который находится в отделе дознания индустриального отдела полиции я прошу все да то есть вы просите исключить заключение эксперта номер 25 50 вот первое заключение у меня есть второго подожди не одно я не знаю как аввокады можно с аввокадами посоветоваться 5 минут буквально быстро мы вам мешаем или вас оставить я не знаю пусть подойдет подойдите чем вот так мы пошли на ухо не знаю то есть раз взрыва не знаю это же просто основание здесь только заключение эксперта номер 3195 дробь 06-1 дробь 15 58 от 1609 2015 года основание те же самые ну да в принципе да ну тоже ваша честь что я допрашивался в качестве подозреваемого ли следило 168 171 5 октября 2013 года в следственном отделе материалов дело то есть препятствий для ознакомления в соответствии с законом имелось и заключение назначение эксклюзива то есть другое дело что если меня искали а так я был нет они меня допросили протокол приобщен я его подписал передачи и защитник также чем назначено было ваше дело 128 для ознакомления обвиняемому гречену совместно с заключением от 16.09 2015 года вести дело 133 142 только 29 октября 2015 года то есть да то есть эти два заключения эксперта выпустите исключить для ваша честь нового нет и поскольку также мы здесь авторучкин уже записали по поводу исключенную статисты доказательств и диска здесь снова указано на объяснение мальцев и федотова 4 06 2015 отсутствующих материалов уголовного дела 37 45 сейчас мы под защитным поданных обладательством исключение и доказательство данного дела заключение эксперта за номер 2551 гроб 06-5 гроб 15-58 по 23-ю гроб 2015 года который находится в томе первого дела 49 57 также заключение эксперта за номером 3195 гроб 06-1-215-58 от 16 сентября 2015 года находящийся в материале дела том 1 из дела 131 142 я подытожу поскольку основание по которым Сергей Иванович просит суд чтобы он не включил они одинаковые так что будет говорить эти оба заключения эксперта Сергей Иванович просит исключить основываясь на том что во первых они он был ознакомлен одновременно как и с постановлением о назначении данных экспертов и стать заключением считаю что здесь прямо было нарушено требование статьи 198 было в профессиональном ходе Советической Федерации что он был лишен право задавать вопросы там был перечень прав которые подозреваемые обвиняют при постановлении о назначении и ознакомлении экспертизы также это все обосновал и выводами конституционных судов которые прямо указывают что если нарушено такое право признавать такие доказательства недопустимыми также посчитал что в данных заключениях использовался эксперт ну во-первых эксперт был предупрежден за проведение за дачу ложных показаний при проведении подчерктиорической экспертизы это заключение наложено как при первом так и при втором случае это подписка эксперта 24 октября дело 48 Заворыкиной в связи с получением провести периодичную судебно-почерктиорическую экспертизу хотя фактически эксперт Заворыкина проводила лингвистическую экспертизу я считаю тоже это нарушение поскольку разные были предметы экспертизы и фактически за данные экспертные заключения эксперт Заворыкина не предпреждалась не несет она огромную ответственность за генетическую экспертизу что так же нарушается что так же идёт противоречие с уголовно-профессиональным кодексом Российской Федерации также указывает что при проведении данных экспертиз что первый, что второй был использовался это компакт диск который уже судья по которому уже вынес 19.09.2016 года постановление который признал данный компакт диск недопустимым доказательством и постановил исключить его из встречи доказательств поскольку это уже европейские суды также указывает что доказательства полученные на основе недопустимых доказательств являются ну так называются плоды отравленного дерева ну и Сергей Иванович указывает что при проведении данных экспертиз отсутствует объяснение Мальцева и Федотова который имеет разногласия он так же все указывает вот четыре основания он привел я считаю что Сергей Иванович своих адаптайцев он достаточно незаконно и обоснованно все данные перевел и считаю что действительно данные заключения экспертов необходимо исключить и признать их недопустимыми доказательствами нет нет необходимости начать называть первые четыре цифры они именно номер то есть мы заключаем эксперты 3795 и 16 9 это же номер регистрационного да однако данные экспертные заключения не могут быть использованы в качестве доказательств Сергей Иванович привел те основания по которым не могут быть использованы так как действительно была что по первой что по второй экспертизе была предупреждена в ответственности задача заведомо должного заключения по подчерковической экспертизе а не по лингвистической экспертизе также судебная экспертиза была назначена и проведена с нарушением порядка определенного УКО Российской Федерации в частности с нарушением правил установленных его статьи 195 и 198 уголовного социального соответствующего заключения должно быть признан недопустимым доказательством кроме того данное заключение экспертиз следует признать недопустимыми доказательствами и исключить их экспертизные доказательства по настоящему уголовному делу так и как они были проведены во-первых по объяснениям от четвертого месяца года где они указывают что был произведен удар ногой по телефону данные объяснения материал уголовного дела отсутствуют во-вторых по компактному диску который 19 октября 2016 года постановлением Пермского районного суда Пермского края Вместе с соток осмотров предметов с 13-го на 6-го установления признали исчезными доказательствами при общении материала уголовного дела 13 октября были признаны недопустимы доказательствами по настоящему уголовному делу исключены историчные доказательства в детально подробно комитетивно замотивировано программинированно ссылками на норму права дополнена предвардатами против причин прошу доказательства не знаю что я буду видеть он не против ситуации не против ситуации я пришел старости отказать следующим основанием проведения судебной экспертизы уголовного дела возбуждения не было она проводилась экспертиза проведилась в рамках следственной проверки Сергей Иванович не статус не подозреваемый против першива не цвете не имел то обстоятельство что Сергей Иванович не был поздно ознакомлен с постановленным заключением объясняется тем что дело по оскорблению было возбуждено 10 августа 15-го года в последующем почему-то Сергей Иванович об этом не говоришь что следователем не являлся 21 сентября являлся в розыск вот наследие постановления следователя Гордеева и как правильно он пояснил было допрос лишь 5-го от тебя 2015-го года действительно уже на момент допроса был проведен две судебные экспертизы получены заключения которые приобщены материалом были угловные дела в последующем в последующем Сергей Иванович был ознакомлен с этими экспертизами судебным доставанием исследовались протоколы ознакомления для нарушенного права если так считается Сергей Иванович он был восстановлен у меня в полной мере защитникам заявить радость о проведении экспертизы задать какие-то ответственные вопросы эксперту в данной части я предлагаю выводы Сергей Иванович они не обоснованы по поводу СДР диска на основании кто кто это застразывает проведение экспертизы здесь правильно указано что исключен судом диск и осмотр но кроме диска и осмотра следовательно также предоставлялись материалы необходимые для принятия аспектом правильного решения поэтому здесь также основ кроме того само по себе заключение эксперта соответствует требованиям присмотра сети 27 пока экспертиза проведена в соответствии с главой 27 он и в рамках материалов проверки последующим по материалам на заключение в том числе по окончании выводов стрит также подпись эксперта завалит на их печать экспертного утверждения в обеспечения в мотивировочной части заключение указано какие обстоятельства исследовались и подпись подпись и подпись документ документ все процессуальные действия все процессуальные действия на на дальней статей что это проводилось в участии адвоката подпись 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 т.е. Сергей Иванович обвиняв на совершение председания предусмотрено с 1-й 3-й 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 4-й 3-й 2-й 4-й 1-й 6-й 3-й 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 17-го 3-й 7-й apparently не были в свое время ознакомлены с постановленным назначением данных экспортиз при проведении экспертизы эксперт не был предлежащим образом предупрежден в ответственности дачу древнего положенного заключения и доставлены и проведены только по адресу правосудистому, в зависимости от постановления суда 19 февраля 2016 года. Защитники, кажется, подсудимого поддержали полные приемы, и терпевший возражал против культурирования данных процессов. Существует, что в первом, кажется, подсудимого необоснованно незаконно указанной экспертизой проведенного к словам АПК порядкил с полномочным лицом в ближайшем экспертном учреднике. Суд выслушал оказаться сомнением участников процесса в соответствии с законом. Статья 73 о другом процессе протеста фиаса недопустимого доказательства и признанности доказательства о помощи на снарушении требований АПК РФ. Недопустимые доказательства не имеют юридической силы и не могут быть положены в основном объединении, а также используются для доказания любого из обстоятельств предусмотренных статьей 73-го АПК РФ. Согласно объяснить незаконно, недопустимые доказательства относятся к показаниям по заявлению АПК РФ. Данные входят в судебное производство по уголовному делу, отсутствие защитника, включая в случае отражения непротвержденных программ по заявлению АПК РФ. Проказания потерпевшего следителя, основанного на докатке предположений слухи, а также показания следителя, который не может указать источник совета о своем уровне. в судебном заявлении заключения экспертиз номер номер Да, соблюдение увлечено. Возвращение недопустимого доказательства на обвинения, оставить без удовлетворения, поставить не самостоятельного обжалования. Даже может быть обжалован в течение 10 часов. Киргарский кривой суд, Чиргарский район, суд, с удовлетворением, с запечатлением решения. Прошу следить. Я вас что, это такое занесимое возражение. По суданию, не было препятствий для проверки долгого, когда это все. Поскольку мне показания ничего не требуют, закон ведь ваша честь не предусматривает возможное заявление, когда это исправить. Нам ведь необходимо сначала исследовать доказательства. Исследуем доказательства. Когда их будем в Савуковске посмотреть. Мы даже по тем доказательствам, которые вы заявили, я их ничего не исследую. Не говоря уже о том, что... Я знаю, что когда вы их исследуете, вы мне вынесете обвинительный приговор. Вы как раз эту цель и преследуете. Это мое мнение. Я, мимо вашей чести, убежден. Не я один. Юристы так же думают. Не о ходатайстве, ваша честь, я прошу принять ходатайство. Примите меня на ознакомление с протоколом вчерашнего и сегодняшнего. Охотайство на ознакомление с протоколом? Да. Да. Ну, чтобы мне через почту не перескать. Я бы попросил ваш участников дать нам... Подождите. В отражении нет участников. Государственное видео, потерпевшие, изучение, 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 изучение. Дом приобщается на операцию. Условен в таком порядке год разрешен. Прошу тебя. Я хотел бы попросить перерыв и у нас сегодня четверг, может завтра не, чтобы я мог посредственному взрыву встретиться с отбукатой. У нас на завтра не запланировалось судебный день. Ну, давайте тогда остановимся на сегодня. Неклохо просто вообще не тяжело. А мы работаем сегодня? Работать? Да. А сколько времени? Время еще только четыре часа. Вы прям труды горюки, вот замечу. Делайте работу. Чего, куда, да, если надо? Ну, у вас здесь, знаю. Конечно, откуда вы узнаете? Кто там он бы вложил? У меня, я посреди, обладаю, что... Среди, за мной. Забранилилась, имеется... Я пошутил в ваших сессиях, так. Исходя из вашего поведения, у вас весит, в целом, много вопросов, которые... О, ваши вопросы. У вас у меня масса. У вас там убрал. И, ваше честь, как-то оно у меня письменное. Я просто хочу ввести пояснение для суда, что... Остановлением Конституционного Суда Российской Федерации. Так, давайте сразу же оговоримся. Оно у вас в письменном виде? Да. В письменном виде. Вы его предоставите в распоряжении суда? Безусловно. О чем? Об исключении доказательств. Ваша честь, Конституционное право на защиту обвиняемого подсудимого является одним из основополагающих принципов Уголовного судопроизводства, установленных ст. 16 Уголовно-процессуального кодекса. Также по смыслу ст. 46-52, 118-120-123 Конституции Российской Федерации и корреспондирующих им ст. 6 и 13 Конвенции о защите прав человека и основных свобод Суд как орган правосудия призван обеспечить судебным разбирательством при соблюдении требований от имени для вынесения правосудного, т.е. законного, обоснованного и справедливого решения поделал и принимать меры к устранению препятствующих этому обстоятельствам. Среди с этим Уголовно-процессуальный закон ст. 49-52-72 подробно регламентирует вопросы приглашения на озвучение замены защитника, отказа от защитника, устанавливает обстоятельства, исключающие участие защитника в производстве по уголовному делу. Разрешение данных вопросов по конкретному уголовному делу производится органами предварительного расследования в порядке определенной процедуры уголовного судопроизводства, несоблюдение которой свидетельствует о нарушении права подозреваемого обвиняемого на защиту. Следовательно, нарушение права подозреваемого обвиняемого на защиту допущенное органами следствия или дознания на стадии предварительного расследования при проведении следственных или процессуальных действий, влечет признание полученных доказательств юридически ничтожными и делает невозможным их использование для доказательств по уголовному делу в соответствии со статьей 50 часть 2 Конституции и нормами статьи 75 Уголовно-процессуального кодекса, является обстоятельством, исключающим возможность вынесения законного обоснованного и справедливого приговора. Согласно статье 48 Конституции Российской Федерации, государством гарантируется каждому гражданину право на получение квалифицированной юридической помощи. В случаях предусмотренных законом юридическая помощь оказывается бесплатна. Данное конституционное право предусмотрено прежде всего для уголовного судопроизводства. Его подглашено законодательным в главе 7 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии со статьей 1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и правовой позицией Конституционного суда Российской Федерации, установленный в Уголовно-процессуальном кодексе, порядок уголовного судопроизводства является обязательным для судов, органов прокуратуры, предварительного следствия, дознания и также иных участников уголовного судопроизводства. В предположении статьи 11.16 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации следует, что следователь обязан не только разъяснить обвиняемому его права, но и обеспечить возможность осуществления и реализации этих прав. В частности, обеспечить гарантированное Конституцией Российской Федерации право на получение юридической помощи и защиту при производстве следственных и процессуальных действий. В соответствии с пунктом 8 частью 4 статьи 47 Уголовно-процессуального кодекса закреплено право обвиняемого пользоваться помощью защитника, который в соответствии со статьей 49 Уголовно-процессуального кодекса осуществляет защиту прав и интересов обвиняемого и оказывает ему юридическую помощь при производстве по уголовному делу. Отказ от защитника согласно статье 52 Уголовно-процессуального кодекса допускается только по инициативе самого обвиняемого и должен быть объявлен исключительно в письменном виде. Если обвиняемый не отказался от защитника в установленном порядке, следователь обязан обеспечить участие защитника в уголовном судопроизводстве часть 9 статьи 51 Уголовно-процессуального кодекса. Производство по уголовному делу номер 1256 осуществляло защиту по назначению следователя адвоката Полежаева Виталия Григорьевна. Так, согласно статье 215 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, признав, что все следственные действия по уголовному делу произведены, а собранные доказательства достаточны для составления обвинительного заключения, следователь уведомляет об этом обвиняемого, разъясняет, ему предоставлено статьей 217 право на ознакомление со всеми материалами уголовного дела, как лично, так и с помощью защитника, о чем составляется протокол в соответствии со статьями 166 и 167 Уголовно-процессуального кодекса. Как можно видеть из материала уголовного дела 5 ноября 2015 года при уведомлении об окончании следственных действий следователям не было обеспечено участие защитника. Для вашей честь, сейчас как заваживаем, для протокола. Пункт 8, часть 4 закрепляет право обвиняемого пользоваться защитником. Часть 1 ст. 50 Уголовно-процессуального кодекса закрепляет, что защитник приглашается самим обвиняемым, отказ допускается только по инициативе обвиняемого из должного взаима. В материалах вашего уголовного дела, ваше честь, преследователь при объявлении 217-го века пресвечает обвиняемого в дне предъявления обвинения. Обвинение. Как можно видеть из материала уголовного дела 1256 при уведомлении об окончании следственных действий по уголовному делу номер 1256 следователям не было обеспечено участие защитника. Кроме того, следователям произведилось 5 ноября 2015 года следственным действиям, в частности, ознакомлением обвиняемого с постановлением о назначении судебно-лингвистической экспертизы от 15 июня 2015 года без дела 45 и заключением судебно-лингвистической экспертизы от 23 июля 2015 года без дела 49.57 также с постановлением о назначении судебно-лингвистической экспертизы от 24 августа 2015 года без дела 128 и заключением судебно-лингвистической экспертизы от 16 сентября 2015 года без дела 133-142 все следственные процессуальные действия 5 ноября 2015 года следователям фермерского международного следственного отдела следственного управления по фермерскому правил Гордеевым были проведены без участия адвоката-защитника то есть нарушено конституционное право на получение юридической помощи защитника от участия адвоката в соответствии со статьей 52 главно-процессуального кодекса при производстве следственных и процессуальных действий 5 ноября 2015 года я не отказывался так проведение следственных и процессуальных действий 5 ноября 2015 года без участия защитника много было отражено в замечаниях протоколе ознакомления 5 ноября 2015 года без дела 62 поскольку адвокат Полежаева Виталия Гимнадьевна появилась в кабинете где происходило ознакомление и уведомление когда я подписал протокол на листе дела 62 поэтому все замечания и нарушения указаны в протоколе я его более удостоверен в частности, но я указал, что следственные действия проводились без участия адвоката что я не получил юридической защиты то есть адвокат Полежаева подтвердила данные замечания поставил свою подпись особое значение обеспечения права обменяемого на защиту передается на международном правовом уровне о чем ясно свидетельствует практика европейского суда по правам человек именно принцип обеспечения каждому гражданину страны которые подвергся уголовному преследованию право на эффективную защиту установление и соблюдение которого это обязанность государству в лице его законодательных правоохранительных органов и органам судебной власти служит гарантией справедливого судебного разбирательства по уголовному делу согласно положению части 2 статьи 50 конституции Российской Федерации статьи 75 уголовно-процессуального кодекса полагаю необходимо исключить из перечня доказательств протокола следственных и процессуальных действий от 5 ноября 2016-15 года как полученное с нарушением уголовно-процессуального кодекса и право обвиняемого на защиту в отсутствии защитника все у вас? да, да, вашите обсуждается заявление защитника адвоката Молтинового уже у нас сейчас в поданных латайствах исключение доказательств именно в связи с тем что по такому вопросу 5 ноября 2015-го года в том числе конкурирование 1962-го был проведен без участия работата проживая о чем влечен Сергей Иванович данный протоколий следователь указал что он был лишен гарантированной конституции и право не зачитано право не зачитанного оказанной логической помощи в руках убежая все это подтвердило в связи с этим он считает что было грубо нарушено право не зачитано и все это данная полагация отключить из материала главное дело я считаю что плохо в связи с нарушением права на защиту Сергея Ивановича прошу удовлетворить чехотатайство Сергея Ивановича может может сейчас пошло подать в течение поскольку те материалы которые соединяются на судебные следования не допросы не письменные документы предпринимать отлежащую любую оценку участвовал или защитник или не участвовал в таком подпись и должностных действий не представляется возможным для разрешения контракта не является защитником права что это правильно с одной стороны можно прокурор говорит с одной стороны обидчив но обидчив с другой стороны не ловит не ловит Сергей Иванович даже воззайти нет довольно нет эти следственные действия там вопрос 5 октября потом от конца октября ваши вопросы я не знаю чем служил а 5 ноября чем служил может уведомление об окончании следственных действий 217 статья ой 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 Продолжение следует...